Всем доброго времени суток! С вами Сайлент Машика, и сегодня у нас на повестке дня обновление 31.1, которое вышло прошлым вечером. Если обобщить, то новый контент мы практически не получили. Суть обновы заключается во множестве закулесных изменений. Например, нам добавили возможность переиграть новую войну. Однако учитывайте, что доступ к игре будет ограничен во время прохождения. Наград за это не полагается, и прошлые выборы заменить не дадут, что заставляет задуматься, о том, насколько важен был выбор личности Лотос в конце. Также появились фрагменты музыки квеста на послевоенных равнинах и долине. Всего их три. Разрабы пишут, что все три трека можно найти в одной локации, потому не обязательно обыскивать обе карты. Лично я нашел два фрагмента на равнине, и один в долине. Достаточно один раз просканировать, плюс места этих фрагментов всегда одни и те же, что упрощает поиск. Особо их сильно не прятали, стоит полетать вокруг мест, задетых войной. Помогает и наличие модов на поиск предметов, ибо так фрагменты помечаются на карте. Однако, может так случиться, что вы будете находить повторы уже найденных треков на другой локации. В плане косметики мы получили Deluxe Hildrin, с которым прилагается сандана и скин для тяжелых клинков. То есть скин можно применить не только на топор, но и на мечи типа Парацессиса. Deluxe заметно улучшился со времен теста. Броня не уходит внутрь модели, а ещё сделали скин для встроенного оружия. Способности выглядят как обычно, однако теперь эффект щитов на теле пропадает, когда самих щитов нет. Жаль, что это не касается санданы. Изначально в описании комплекта было указано, что прилагаются бустеры за покупку, однако это упоминалось только в русской и немецкой версиях. Оказалось, что разработчики забыли это убрать до выхода обновы, но свежий патч уже все поправил. Также мы получили первую часть 21-го раунда Тоногена. Интересно, что на превью в магазине у скинов для висп нету тряпок, которые обычно прячут заднюю часть фрейма. Однако эти детали имеются, если осматривать скины из арсенала. Остальную косметику 21-го раунда нам пообещали добавить позже в этом месяце. Скоро также ожидается празднование Лунного Нового года. Затем у нас есть аггументы. По большей части они работают так же, как и на тесте. Например, вы не получите крит при активации Ледяной Волны, ибо навык не замораживает врагов. Термоперенос Гаусса всё так же может перемешать типа урона своими бафами, поэтому можно помешать как себе, так и сопартийцам. Агументы Грэнделя не меняли, однако теперь сам Грэндель может удерживать в брюхе до 40 врагов. Сделали это с той целью, чтобы люди не ломали игру, как то было на тесте. Заодно Грэнделю разрешили переключать бафы питательного удара, когда нет энергии для применения навыка. Что касается Ярели, то бросок клинка теперь тоже заряжает урон. Однако бросок будет стоить энергию, если вы не находитесь на обрулении. Дальше имеются новинки для Додзио. Например, есть и две комнаты в духе Леса Земли и Камеры Урана. К тому же добавили 100 новых декораций в таком стиле. Поэтому развлекайтесь. Для замены врат появления игроков больше не нужно вручную уничтожать старые врата. Достаточно разместить новые. Появился тест для второго лингендарного ранга, где нужно убивать врагов вторичным оружием. Ничего сложного тут нет. Хотя интересно, что изгнанники тут имеют щит, наподобие Даргенов. На данный момент получить вторую легенду могут только основатели, ибо как раз не хватает 9000 опыта. Для операторов добавили возможность раздельного покраса глаз, новые цвета кожи и смягчение волос для улучшенной графики. Это же касается и шерсти. Нам пообещали, что будущая обнова добавит улучшенные текстуры кожи операторам, чтобы те соответствовали скитальцу. В плане графики обновили отражения для улучшенного движка, но я разницу не ощутил, пока играл. Добавили более физическую симуляцию атмосферы и неба, в зависимости от времени суток. Также поправили комбионский дрейф, сделав растительность менее броской, снизив количество спор и убавив красный оттенок. Еще должны были улучшить разнообразие и случайность образования подземных туннелей. Для равнины идолона вроде как участили появление врагов для заказов типа истребления и сопровождения дрона, но я это не ощутил. Однако в подземных локациях враги теперь будут выискивать игроков, а не просто патрулировать. Появились сотрясатели для Нармера, однако выглядят они как обычные модели. Награды из них тоже выпадают одинаковые. Для долины сфер ввели появление животных без необходимости их выслеживать, хотя это не касается самых редких видов. Уровняли шансы выпадения оружия Роллджека второго и третьего тира, который выпадал на Проксимах Плутона и Вуале с транспортеров Корпуса. Теперь шанс составляет 12,5%. Личи и Сестры в составе экипажа теперь могут воскрешать игроков и остальной экипаж. Поменяли интерфейс. Прямоугольники заменили квадратами. Фреймы теперь отображаются в обычной позе, в отличие от прошлых причуд. Меню настроек тоже получило первую версию пересмотра, потому здесь снова будут некие перемены. След от кристального рывка Лаваса теперь будет пропадать при повторной активации навыка, высвобождая однократный урон, который будет привязан к оставшейся длительности. Сделали это для оптимизации игры, но в некоторой степени это является нерфом, ибо наложение статусов стало медленнее. Из хорошего можно отметить, что подчинили мод Фуракса, который сломался с версии 27.2, когда пересматривали статусы. Речь про эффект после убийства. Ещё сделали полноценную анимацию призываний Кромеха, теперь они не появляются из ниоткуда. Для ископаемых добавили места их нахождения в описании. Вроде как исправили галлимонизированные моды на статус, хотя это ещё нужно будет проверить. Среди исправлений починили появление врагов на саботаже Юпитера. С модом Подготовка энергия больше не сбрасывается на новой зоне резни. Вернули в симулякрум пропавших врагов, среди которых большинство были владеющими разумом. Я не нашёл упоминания об этом, но кажется, будто призыв спектров теперь стал намного шустрее. Нам таки добавили систему, при которой можно исключать нежелаемое оружие при создании Лече или Сестры, если не добивать цель и выполнять миссию. Если вы так исключите всё оружие, цикл начнётся заново. Однако разрабы сообщили, что сейчас игроки при фарме Лече и Сестре получают не то, что отображается, будь то бонус оружия, эфемера или гончия. В общем, формите на свой страх и риск, пока они исправят положение. Есть ещё целая куча исправлений и оптимизаций, но стоит отметить, что консоли ещё не получили некоторые вещи, типа фрагментов Самокорда или исправлений гальванизированных модов. Также вчера вернули нам Звёздные дни на две недели, потом вы можете выкупить предметы у тикера. Среди новых вещей есть глифы, плюс добавили старые предметы Солнцестояния в честь пропущенного Теннобаума. Напомню, что Пушистик теперь содержит реплики тикера, со времён теста их почти не изменили. В честь добавления возможности перепройти новую войну мы получили скидки для наборов поддержки до 23 февраля. Напоследок отмечу, что Конзо получил особый диалог, который можно получить после прохождения новой войны. Вероятно, у Юдика тоже есть нечто похожее, но сейчас у неё на уме только разломы термии, по крайней мере на ПК. И на этом от меня всё, потому всем всего, всем удачи и всем пока. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спасибо за просмотр Пок Kent Покнаа Продолжение следует...